Это говорит о том, что ему он был настолько мудр, что этот человек действительно задумывался и ушел. Ведь это же внимание. И второй момент хочу сказать про ответственность, которую несет мужчина за вторую, за первую, за третью, около четыре их может быть. Вот в университет приезжал ученый в Курди, народный ученый, он всем известный. И он сказал такую очень интересную историю. Жил некий торговец, мусульманин, богобоязненный, он никогда не обвешивал, то есть истинный такой верующий был. И он умирает. И после смерти он приснился сыну и говорит, сынок, с меня спрос за весы, за пыль, которая была на весах. Вы понимаете? За пыль, которая была на весах. То есть об этом мы вообще не задумываемся, да, Вик? То есть пыль, это всего лишь пыль. То есть смотрите, какое сравнение, да? И за это был спрос. Тогда давайте задумываемся о том, какой будет спрос за первую жену, за детей, за вторую, за третью. Это реально очень большая ответственность. Вот это духовное удовлетворение в семье, духовное счастье должно быть в семье. Хорошо. Ну, все-таки я, вот это прекрасная притча, хадис, да, но я здесь хочу остановиться на одном очень интересном положении, которое не учитывается, да, когда мы читаем хадисы или слушаем притчи. Понятно, что дело касается сунны, аятов Корана, они относятся к сунну. Нынешней женщине, может быть, стоит не быть просто эгоистичным потребителем по отношению к своему мужу тоже, быть помягче, принимать его таким каким. Может быть, стоит задуматься вот над этими словами, что сейчас все-таки люди больше, они каждый тянет отделы на себя, каждый эгоистичный. Каждому кажется, что я вот так сделаю, я вот так сделаю. Принимать своего мужчину, и мужчинам тоже сложно в жизни, принимать своих мужчин и поддерживать, как Миляуша сказала, идти за руку с мужчинами, меньше их упрекать, меньше их критиковать и сравнивать. Это, естественно, губит любую семью. Ну, мужчинам даже сложнее, чем женщинам, потому что на них большая ответственность. Я бы не хотела лично быть мужчиной. Да. Это золотые слова, потому что в действительности быть мужчиной, это на первый взгляд легко. А в самом деле же, пророк Сан-Салям говорит, что каждый кусочек хлеба, который муж принесет домой, это будет садака, это будет милостейный. И когда муж берет на себя ответственность, берет еще вторую семью, берет третью, четвертую семью, то это именно ему нагрузка. Именно для него это тяжесть. И поэтому тем молодым парням, тем мужчинам, которые задумываются, которые не находят какое-то духовное успокоение, благополучие у себя в семье, а найдет ли он в другой семье это? Само собой, здесь не нашел, он и там этого не найдет. И сколько же он будет идти так по порядку, пока не найдет. И в конце концов, как многие из мужчин, которые прошли этот путь, они поворачиваются назад и говорят, что лучше, чем первая жена, не было другой жены. О чем мы видим, когда пророк Сан-Салям он женился на первой своей супруге, до ее смерти он прожил с ней. И лучше, чем она, он говорил, что у нее не было другой жены. И он всегда вспоминал ее. И поэтому нашим мужчинам данный совет, чтобы мы любили и берегли свои семьи и не доводили их до развода, не задумывались о вторых, о третьих. И пусть Аллаху Субхану Аталину не поставит нас в те условия, в те социальные условия, когда действительно будут воины, когда будет мало мужчин, и когда мы вынуждены будем брать вторых и третьих жен. — Рустам Хазрат, спасибо вам большое за ваши комментарии, за то, что помогли разобраться в этом вопросе. — Спасибо вам, что затронули актуальную тему для нынешнего времени. И пусть эти комментарии помогут всем мужчинам. — Я хочу, во-первых, сказать спасибо Миляуше и Алсу за то, что они пришли, поделились опытом. — Спасибо, что пригласили. — И надеюсь, в следующий раз тоже наша передача так пройдет. Понятно, что все мы разные. У всех свое мнение, каждый человек несет за собой. Определенный опыт знаний и практики, которые он накопил, естественно, он хочет поделиться лучшим. Каждый человек прав, потому что у него есть этот опыт, у него та или иная семья, та или иная жизненная ситуация, в которой он вынужден был жить, родиться и работать и так далее. Но мы всегда имеем право учиться, научиться. И вот я бы хотела обратиться к женской части населения, потому что все-таки уважаемые женщины, при всем уважении, 80% ответственность за сохранение семьи лежит на нас. И я предлагаю подумать в конструктивном русле, что я могу сделать, чтобы этот брак сохранился или чтобы мой муж не взял себе вторую жену. Что я могу сделать? Не обязательно удерживать, не обязательно пытаться его привязывать с детьми, всем чем шантажом, угрозами. Никогда ваш мужчина не будет держаться, потому что не благодаря шантажу никакие дети его не удержат. Нужно подумать о том, что я могу сделать с собой, чтобы мой муж, мой мужчина остался рядом со мной и не захотел себе искать, что могу ему дать, что я могу подарить. Я надеюсь, что в следующих передачах мы побольше об этом узнаем и очаровательные наши прекрасные гости поделятся своим опытом. Ассаляму алейкум и рахматуллах и ва баракатаху. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok